Доброе утро, дорогие друзья! Вот окраинность старинного украинского города Меджибош. Сегодня Хайлул, день рождения Болшемтова. Мы сегодня ночь были у Болшемтова на могиле. Закончили лыхаем делать где-то часам к трем ночи. Утречком читали молитву в старой синагоге. В общем, потрясающий день. Вообще, чтобы все знали, это волшебный день. Сюда, если приезжать, ты можешь получить здесь все как россыпь бриллиантов. Любое желание здесь исполняется. Для урока сегодня повода нет, потому что день рождения Болшемтова. А вот рассказывать о чудесах надо, поэтому я очень коротко расскажу историю волшебную из Болшемтова. Много лет назад мне подарили Арон Кодыш. И так как в Арон Кодыш надо было что-то положить, я зашел к нашему раввину и говорю, Ребе, может старая какая-то негодная Тора сейчас есть. Это было лет 20 назад. Он говорит, да, мне сегодня из Чернобыля один человек пришел за бутылку, говорит, у меня валялось на чердаке, отдал маленькую Тору. Короче, он мне дал эту Тору. Я укорачиваю, это очень длинный, интересный рассказ, но я коротко говорю. А потом мне один друг подарил старинную сифарскую Тору, которую привез из Кувейта. И я попросил институт восстановления Тор в Европетровске приехать восстановить ее. Они приехали ко мне. И заодно я говорю, знаете, вот эту маленькую старую тоже восстановите, если посмотрите. Все, это было в 5 часов вечера. Они уехали. Утром я приезжаю на работу, они сидят у меня на работе и ждут меня. Я говорю, что случилось? Они говорят, где вы взяли эту Тору? Я говорю, ну, я вам объясняю, с Кувейта. Он говорит, не-не-не-не, вот не вот это, вот эту маленькую, что вы нам дали. Я говорю, ну, вот так и так, там, с Чернобыля. Он говорит, вы понимаете, есть две известные Торы Большемтова, одна из них в Нью-Йорке, одна в Израиле, а третья пропала в районе Чернобыля. Ну, вы понимаете, все, что написано, там, стоянки в столбик, там, специальный, все сходится один к одному. Дайте нам возможность исследовать ее восстановить. Мы восстановили эту Тору, взяли ее отрывки, сверили с теми Торами, которые хранятся в Израиле. Это, вот это потерянная Тора Большемтова. С тех пор она хранится у нас в семье и два раза в год на Хайлулы, на Рушашуна мы приезжаем с ней сюда и все люди, которые вот слышат Торы, что когда вызывают, тем более Торы, исполняются невероятные желания. Вообще здесь я просто показываю, как вот Бог управляет этим миром. Это надо было вот так вот все это сопоставить, принести, чтобы именно она попала тогда, когда надо, к тому, кому надо, чтобы он ее восстановил. И сегодня это уникальная Тора, вот она сейчас в этой машине, мы ее везем назад, ее домой. И поэтому вот это вот такие чудеса происходят с человеком каждый день. А вообще чудеса происходят каждый день, но мы не всегда их видим. Написано для того, чтобы Бог открылся человеку, нужна какая-то определенная внутренняя готовность. Если у тебя ее нету, то, к сожалению, звук есть, а ты его не слышишь. Вот вокруг нас много всего происходит, там радиоволн, например, но мы же их не слышим, потому что приемник в голове у нас не встроенный. То же самое и здесь. Особенно в эти дни, которые, ну, действительно самые важные 12 дней, я уже говорил, я просто повторюсь, вот эти 12 дней считаются ключевыми. За каждый день ты можешь исправить целый год. Поэтому сейчас надо просто думать, происходят такие события в мире неординарные. А на неординарные события должны быть неординарные какие-то реакции. А у нас какая реакция? Коронавирус выходит за рамки всего, что было в мире. А у нас какая реакция? Ну, там, не заболел и хорошо, вылечился и хорошо. А почему это пришло? Зачем? Чему она должна нас научить? Об этом никто не задумывается. Поэтому еще раз хочу сказать, сегодня волшебный день. Хайлул это день действительно, ну, волшебного, который мог и видел все. Он видел времена впереди и все. Поэтому сегодня можно зажечь свечку в память о нем и что-то у него попросить. А я постараюсь быть проводником, который донесет это вот здесь вот прямо до места захоронения. А вообще еще раз хочу повториться, если у вас будет малейшая возможность попасть в Меджибуш, вы попадете совершенно в сказочное место. Брахава Ацлаха, самого лучшего всем, всего самого хорошего. Кто написал мне на сайте, там, я всех, помолились мы за всех, кто обещали. Поэтому вот пусть это Браха из Меджибуша принесет хороший приговор всем на Новый год, печать, и чтобы у всех было все хорошо. Брахава Ацлаха.